Друзья, наша потрясающая гостья уже в студии это Гюльнара Низамова, заслуженная артистка Кубани и исполнительница Арии Розалинды в оперете Риоганна Штрауса «Летучая мышь». Доброе утро! Доброе утро! Ой, Гюльнара, скажите, пожалуйста, вот «Летучую мышь» экранизировали больше 20 раз, ставили в театр еще, наверное, больше, больше 100. Да, скажите, вот если бы вам сейчас предложили сняться в кино, вот в кинопостановке «Летучая мышь», вы бы согласились? Вообще в кино когда-то хотели сниматься? Да, вы знаете, особенно в последнее время очень хочется попробовать, да, я бы с удовольствием, конечно, согласилась, потому что там есть такие моменты, во-первых, текст замечательный, и драматургия, и вообще это такая известная вещь, которую, наверное, на цитаты уже разобрали. Вот, и, конечно, интересно было бы, как это на крупный план можно было тоньше передать какие-то глазами, мимикой свое отношение к героям, но это вообще очень-очень такая интересная вещь. А вот другую какую-то роль в кино хотели бы сыграть? Просто вот некоторые артисты театра, они категорически против съемок. Да, говорят, что если я служу в театре, я не могу в кино играть, и то вот в этом плане очень мобильный человек. Ну вот еще из таких вот познаний об артистах наших, Смаши, мы знаем, что артисты вообще очень суеверный народ. У вас есть какие-то ритуалы, которые, допустим, вы что-то делаете перед выходом на сцену? Молюсь. То есть никаких кулончиков? Нет, нет, вы знаете, мне еще мой педагог в консерватории говорил, что если ты начнешь верить в эти суеверия, то, в общем, у тебя будут бесконечные какие-то, ну, все тебя будет выводить из какого-то нормального состояния, концентрированного. Главная концентрация, понимаете, то есть вы как с места в карьер срываетесь на сцену, перед этим вы должны быть очень сконцентрированы на роли, на голосе. И не думать ни о каких-то гигиене. Нет, ни о чем не думать, только профессионализм. Кроме концентрации, это же дисциплина, дисциплина голоса, даже есть такое вот понятие вроде, да? Да, 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 гигиена голоса называется. То есть нельзя, что нельзя, есть мороженое, громко разговаривать. Семечки грызть, громко разговаривать, да, мороженое, знаете, и да, и нет, кто-то может есть мороженое. Нарушаете, да? Иногда, да, иногда, когда я хорошо себя чувствую, что, в общем-то, мороженое не вредит. Нет, семечки тоже пробовала, кстати, не вредит. Когда в последний раз были в караоке? Никогда в жизни. Не ходили? Серьезно? Нет. Я даже дома музыку не слушаю. И не напеваете ничего? Очень редко. Ну что, например, напеваете? Ой, что? Из современного. Из современного редко. В основном что-то из каких-то своих ролей, которые я никак не могу, допустим, мне хочется дома об этом совершенно не думать и не вспоминать, но иногда подсознание выдает какие-то фразы из опер или оперет. То есть не бывает такого, что вы, допустим, с коллегами в театре в оперной манере напеваете какое-нибудь... Никогда такого не бывает. Да, мы скучные люди очень. Ну прям скучные. Калинар, а вот из летучей мыши что-то возможно? Ну, прямо сейчас может быть. Ну, кусочек хотя бы маленький. А копыла буквально спеть. Вы знаете, в летучей мыши, мне кажется, это наиболее такой популярный кусочек. Сейчас спою. Сейчас спою. Так, так, так. За что, за что, о боже мой, 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 за что, о боже мой. На-на-на-ра-дам, та-ра-дам, 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 та-дам, та-дам, та-дам. Класс, друзья! Мы практически попали на премьеру, такую акапельную, в хорошем утре, опера «Летучая мышь». У нас заслуженная артистка России в студии сегодня. Гульнар, ну вот расскажите, вы путешествуете очень много, насколько я знаю, и по работе, просто так наверняка тоже. На каких языках еще исполняете песни? Я исполняю на многих языках, и на немецком, и на итальянском, и на английском, и на испанском, и на французском, но говорю, к сожалению, немного на итальянском, немного на английском. То есть приходится просто заучивать, и как это все происходит в артистке? А как же прочувствовать, допустим, песню? Или вы ее просто переводите и пропускаете? Ну, во-первых, в музыке все ясно. Музыка – это такой международный язык, и, в общем-то, конечно, и переводим, и... Смотрим, что написано композитором, и, в общем-то, все чувства есть в музыке. А вообще, вот вы в детстве хотели стать артисткой, или были какие-то вот подвижки в другие стороны? Ну, я мечтала быть балериной, конечно, и даже не классической балериной, а хотела танцевать народные танцы. Вот, и все детство мое прошло так, как моя мама – певица, и я почему-то не стремилась вот петь, а в основном все время проводила в балетном зале, в балетном классе, смотрела, как занимаются балетные народники в основном. Мне очень это нравилось, и я даже занималась в кружках соответствующих. И вот, когда настало время поступать в хореографическое училище, чтобы уже дальше профессионально продолжить свое любимое дело, меня не взяли. И для меня это был такой стресс, я месяц, наверное, я проплакала. Не взяли из-за роста. А сейчас, Гульнара, плачут они. Они, и вот так им и надо. Друзья, в гостях у нас была Гульнара Низамова, заслуженная артистка Кубани, красавица настоящая, совершенно невероятно талантливый человек. Если вы что-то пропустили, не расстраивайтесь, все интервью есть на нашем сайте kuban24.tv. Продолжение следует...